Ребята, перед началом видеоролика хотел бы вам напомнить то, что вышел новый пакет Кобра, это апрельский пакет, в котором ходят 4 премтанка на выбор, и они все потрясающие, Центурион 5.1 шикарный, Ренегат шикарный, ИСУ-122С на 7 уровне просто шикарнейшая машина, Руди тоже самое, ну то есть прекрасно, еще куча всяких разных плюшек. Для того, чтобы посмотреть этот пакет, можно перейти ко мне на сайт, ссылка будет в описании, и тут внизу опустится, оплата, карта и все шикарно, поэтому если что, ссылочка в описании, переходите и смотрите. Ребят, всем привет, с вами Inspire99, и мы продолжаем серию видеороликов про интересные машины на средних уровнях, если вам интересно, то пожалуйста, прямо вот сейчас подпишитесь на канал и прожмите свой лайк, ну и напишите о каком танке еще сделать. Сегодня мы будем говорить про Т-71ДА, ветераны сразу скажут, да капец, это всегда был интересный танк, что ты нам как бы задвигаешь, но новички, они зайдут такие, ага, ветка Чаффи, Т-37, Т-71, СМСД, а где его взять? Его можно взять теперь, конечно, только в магазине, там коллекционный раздел есть, можете как бы его там и приобрести. По опыту он ничего не стоит, понятно то, что сам танк нужно будет прокачать, там пушку, двигатель туда-сюда, пятое и подобное, вот, но танк прекрасен, он прекрасен, даже внешний вид кому-то нравится, кому-то нет, он необычный, здесь нету как бы чего-то такого сверхкрутого, но он такой вот необычненький, такой вот телепузик какой-то, я бы его так назвал, ЛТС щучьим носом, кстати, однако, да, прошу не смеяться, между прочим. Но, в общем-то говоря, вот так. Что у нас в статистике есть интересного? Во-первых, если взять процент побед среди всех ЛТ, премиумные, не премиумные, этот танк является лучшим среди всех основных, то есть он обгоняет даже одну премиум ЛТ, 1357 лучше, потом 1357 гранд финальный, потом Type 62, потом Т-71 и потом вот этот Пантера на черном рынке, который кто-то мне говорил будет, ой, сверх имбовой. Тогда ответьте мне на вопрос, почему это худшее прем ЛТ по проценту побед? 49,04. На Т-71 играют лучше, на ВЗ-131 практически такой процент. Но фишка в том, что среди всех ЛТ, которые обычные, которые может купить каждый игрок, в принципе, да, за, условно говоря, компьютерные деньги, там, ВГшное серебро, если это так можно выразиться, конечно. Вот, на нем имеет лучший процент побед и на нем катает 780 тысяч боев. Это ли не показатель того, что, в принципе, данный танк, он уже не как там ветку исследования не входит, то есть, ну, единственное, может, только там как-то кто-то экипаж качает, хотя, ну, наверное, это можно делать и на Т-92 более с подручным, все-таки там, прем ЛТ и, как бы, опыта побольше. То есть, этот танк любят, несмотря на то, что он уже, как бы, никакую, скажем так, функцию в игре не выполняет. Только вот, скажем так, развлекать и приносить удовольствие. Что у нас здесь есть? Во-первых, это барабан. Из видеоролика было понятно, из названия, точнее, картинки к видеоролику было понятно то, что у данного танка супер барабан с, ой, просто уроном в 900 единиц. У нас 6 снарядов в барабане с альфой в 150. И при этом сводка 1.71, она, пускай, не какая-то супер сверх, там, жесткая, да, но 1.7, там, 1.67, это неплохо. При этом точность 0.34. Да, у нас КД внутри барабана 2 секунды и иногда тебе нужно, ну, постоять, чтобы еще досвестись. Потому что бывает так, то, что ты стреляешь, чуть дернулся и, как бы, еще нужно время, чтобы ты досвелся. Потому что стабилизация не лучшая, но при этом она и неотвратительная. Если учесть то, что такой барабан и у нас КД 17.92, это с доппайком, прикиньте, 17.92. Ну, пускай 18 секунд. У нас только оптика стоит. Понятно то, что по-другому ничего ты никак здесь не раскачаешь по ДПМ. Ну, и, как бы, Кока-Кола у нас стоит доппайок. И 17.92 для ЛТ, у которой 6 снарядов с Альфа-150, по-моему, это жестко. И, блин, статистика, она поражает. Дай бог, чтобы не нерфили. Я вообще против того, чтобы данный танк нерфили. Вот он интересен. Это интересно. Пушка пускай на 7 градусов не запускается, но это хватает. И зачастую многие, ну, соперники, да, там, кто-то ЛТ там, а, ладно, прорвалась, в бок сейчас порвит. Ну, там, что, на раз мне стрельнет. И ты такой врываешься. У чувака там, допустим, УСТ какой-нибудь, про джета, условно говоря, она откидывает там по защитнику. Ты врываешься сзади, у нее 800 хп. И она, ничего не подозревая, уходит в ангар. И уходит так стремительно. Ты ее отправляешь раз за разом. Потому что бронепробитие, опуская основное 145, кажется, что-то маловато. Но зачастую ты стреляешь либо по картонам, либо по бортам. Такого сказать, что ты, ну, такие ситуации, где ты ИСу-3, ему там, защитнику, или каким-то другим, там, девяткам, восьмеркам будешь стрелять вот в лоб крепким. Такого, в принципе, нету. Да, для этих целей есть кумулятив с пробитием в 210. Пускай он стоит 5600. Он стоит просто конских 5600, я бы сказал. Это жесть, как дорого. Почитайте 6 снарядов. Вы отдадите, ну, там, сколько, почти 35 тысяч серебра за один барабан. Поэтому кумулятивы я советую с собой возить, там, штучек, ну, допустим, ну, 15, где-то так. Вот, ну, может, 30, там, 30 на 30. Вот, в зависимости от того, как вы, конечно, играете и все такое. Но подкалибер более сподручный. Он летает быстро, 1200, он стоит 270. И, как бы, это норм. Оставаясь против Са-3, понятно то, что, ну, не в лоб же с ним воевать. Как-то пытаться хитрить, заходить сбоку. Ну, а с бортов 145 миллиметров это достаточно. Ну, а если вам нужно пробить, условно говоря, там, Т-44, да, то для таких вот целей здесь кумулятивы и нужны. Летают они, кстати, немедленно, 975. И пушка при этом и сводится быстро, 1.67. И точность не самая плохая, 0.34. И, да, нету такой какой-то зверской стабилизации, но и не прицел у вас такой, как у КВ-2. То есть, в этом плане все хорошо. Казалось, может быть, в следующих каких-то вещах может быть плохо. Да, тоже нет. Вы берете, прокачиваете у экипажа боевое братство, орлинный глаз, радиоперехват, оптика, вентиль, доппайок, обзор 496 метров на седьмом уровне. И вообще никаких проблем с тем, чтобы кого-то там подсветить. Вообще никаких проблем. При этом маскировка неплохая, ЛТшка сама по себе маленькая, она компактная. Если вот взять всяких там ВЗ-131, он больше, взять там ЛТГ, он гораздо длиннее, ГЁЧКИС длиннее. А этот маленький, и вот он такой вот, какой-то вот комок шара. Ну вот телепузи, как я вначале сказал. Чем-то он может на АМХ-1357 похож, только у Т71, ну, как по мне, башня, она как бы, ну, прям вот ровно по центру, что ли, находится. Такой вот он очень интересный по форме, на нем прикольно играть. Он на Т92 чем-то смахивает, вот, по своим габаритам, если это правильно можно так выразиться. Ну, идем далее. Что у нас есть? Мобильность. Тоже не самый слабый конек данного танка. Пускай не рекордный, но все-таки танк не 60 едет, а 64. 23 назад, это быстро. Удельная мощность 25 кобыл на тонну этого хватает. И скорость поворота шасси 62. Тоже хватает. И никаких проблем с обзором, с мобильностью, с маскировкой вы не испытываете. И этот, даже ЛТ, даже бог с ним, даже если бы здесь обзора не было, какого-то хорошего, да, там, пускай 450 было бы он здесь. Вот. Фишка в вашем орудии, потому что вы можете на данном танке, во-первых, ВН-8 себе очень жестко фармить. Во-вторых, даже если вы хотите создать новый аккаунт, боитесь за то, что вот там цифры среднего урона будут какие-то небольшие. Ну, не знаю. На мой взгляд, я вот провел 11 боев, такую вот серию небольшую, да, 73% побед у меня. 1341 урона среднего. 1341 на ЛТ-7. И 2500 максималку отдал. И при этом у меня коэффициент уничтожения 2.83. Я 17 убил 6 раз, погиб. И при этом я еще и подсвечил, и все такое. Он жестко, жестко, прям очень жестко фармит ВН-8. Очень жестко. Он неплохо, даже на нем можно средний урон в 1500, если вы играете более-менее, вы сможете на нем урон в 1500 держать. Это, блин, многие не смогут на премах восьмого уровня такое делать, по сути, да. И, на мой взгляд, вот если говорить об этом танке, он классный, он шикарный. Я сожалею то, что его, в принципе, убрали из ветки, потому что, ну, Т71, ЦМСД, не знаю, при всем уважении, если кто-то его любит, ну, я не вижу ничего в нем такого. Да, при этом пушка там тоже неплохая и по точности. И по ДПМ, и все такое. Но нету изюминки. Это вот как был бульдог с тем барабаном, да, а потом его забрали. И уже что-то как-то вот не то. И вот здесь вот то же самое. Это как вот тот старый бульдог, который был, а вот Т71, да, он остался. И он есть. И пока он есть, я не знаю, конечно, может его выведут, но... Если он здесь в разделе коллекционный, значит, рука, наверное, у разработчиков пока не поднимается. Я бы посвятовал каждому игроку его выкупить. Потому что это быстрый, юркий, мобильный ЛТ, который очень жестко и больно может кусать. Вот на нем дать тысячу урона, там, условно говоря, это вообще ничего не стоит тебе. Ну, то есть это как бы не сложно. При этом ты смотришь, у тебя в Н8 3, 4, 5, 6 тысяч. Ты такой, о, господи. Да, при этом ты не особо фармишь. Если без допайка играть, вот без допайка и стараться играть на основных стрядах, у меня 30 основных, 30 кумулятивов. Но я кумули не использую. Так вот, когда они заканчиваются, там, чтобы наверочку попробивать. Даже с допайком у меня где-то от 10 тысяч серебра в плюс до 20 тысяч серебра в минус уходит. В зависимости от того, как я играю на кумулятивах, если я их использую, если нет. Если убрать допайок и играть, в принципе, на основных, да, возможно, показатели у вас будут чуть-чуть хуже. Да, не спорю, процентов, может, на 10. Но при этом вы можете увозить вплоть, там, до 20-30 тысяч серебра за бой чистыми. Если, тем более, вы подключите еще резервы, то может 30, а то и все 40 тысяч увозить. Поэтому, на мой сугубо личный взгляд, это очень хорошая ЛТшка на седьмом уровне. И вот с ней может лишь поспорить, наверное, только АМХ-1357. Да, это все-таки немножко другой барабан. Там перезарядка внутри барабана 1 секунда. Там 80 рядов по 90 и точность 0.33. И, ну, немножко, скажем так, другая ЛТшка. Но тоже очень хорошая, очень прикольная. И, ну, вот на них геймплей чем-то похож, но он очень различается. И все. Тип-62, все, которые там в озоне, АМХ-1375, вот вообще все не то. Вот все не то. Присмотритесь к этому танку. Поверьте мне, тем более, его не нужно покупать за голду. Его можно купить за серебро. Вот, честно, вы получите просто кайф. Это тот танк из разряда тех машин, которые должны обязательно быть у вас в ангаре. Вот так вот. Всем большое, ребят, спасибо. Большое спасибо за 31 тысячу подписчиков. Идем дальше. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Пишите, о каких машинах хотели бы вы услышать в следующих видеороликах. Лайки и комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова